Добрый вечер на 12 канале час новостей в студии Сергей Лесков. Коротко о главном. Регистрация за 5 минут в омских вузах стартовала приемная кампания. Какие новшества ждут абитуриентов в этом году? Планы на ближайшие 5 лет. Самые острые российские проблемы обсуждают на съезде партии власти. С какой программой единороссы выйдут к избирателям? Самый волнительный день. 9 тысяч омских выпускников простились со школой. Торжественное построение прошло и в кадетском корпусе. Как это было? Куба Гагарина все-таки в Омске. Главную награду КХЛ, правда, ненадолго привез воспитанник омского хоккея Евгений Тимкин. И распрощались с солнцем. До следующего месяца в Омске начался сезон ливней, когда в город вернется тепло. В Москве сегодня второй день работы 15-го съезда партии «Единая Россия». Делегаты до конца дня должны утвердить предвыборную программу на 5 лет и представить списки кандидатов, которые пойдут под знаменами партии власти на выбору в Государственную Думу 7-го созыва. В эти минуты в Манеже, где происходит съезд, ждут президента. В числе собравшихся также наш корреспондент Владимир Мутовкин, который вошел в четверку лидеров на праймерис в Государственную Думу. Главная задача съезда определиться с тем, кто же пойдет на главные выборы в Государственную Думу. После окончания праймерис определился круг лиц, которые пользуются наибольшим доверием у населения. Именно и только партия «Единая Россия» сделала подобный ход и получила точную достоверную информацию о наиболее сильных кандидатах со своей стороны. Но теперь эти кандидатуры необходимо утвердить на Всероссийском съезде. Ну а кроме того, здесь также ожидается еще одно важное событие – визит президента Владимира Путина. К слову, не без ложной скромности отмечу, что именно благодаря ему я и начал свою политическую карьеру. После того, как я задал ему вопрос, он посоветовал мне самому испытать, что же такое праймерис. И вот, что называется, с этого момента и после подачи документов на праймерис и принятия в них участия, я оказался здесь на съезде. Моя цель очень простая, как и каждого делегата на этом съезде – принять участие в обсуждении кандидатур тех людей, которые пойдут на выборы. На выборы в Государственную Думу и Законодательное собрание различных регионов. После обсуждения мы примем участие в голосовании и нашими голосами будут утверждены или не утверждены те самые списки, которые были составлены в ходе праймерис. Ну и такова главная моя задача – принять участие в этом мероприятии, поскольку сегодня я здесь выступаю не как журналист, ну или отчасти как журналист, а по большей части именно как представитель тех самых сил, которые осуществляют выбор, демократический выбор людей, которые будут представлять нас в Государственной Думе. Ну а всего в работе форума принимают участие свыше двух тысяч делегатов и гостей. Среди них омский губернатор Виктор Назаров. Накануне на дискуссионных площадках обсудили наиболее острые для России темы, среди которых проблемы здравоохранения и ЖКХ, социальной поддержки и патриотического воспитания. Таким образом делегаты скорректировали предвыборную программу партии. Денис Овлев из Москвы с подробностями. Первый день партийного съезда был посвящен итоговой корректировке предвыборной программы «Единой России». Это ключевой документ партии на ближайшие пять лет. Это стратегия развития страны, которую единороссы намерены реализовывать, получив мандат доверия от избирателей. Основная тема – перезагрузка экономики в соответствии с новыми реалиями. Отход от сырьевой зависимости и инновационное развитие. Причем в ходе дискуссии неоднократно звучала мысль о том, что как в экономической, так и в социальной сфере не нужно обещать ничего невыполнимого, поскольку за слова придется отвечать. «Мы не волшебники, поэтому давайте будем реалистами в максимальной степени», – звучала на форуме. Цель по инфляции на ближайшие годы остается прежней – порядка 4%, точнее не более 4%. Кроме того, достижению целей будет способствовать и восстановлению инвестиционной активности населения. А для этого предстоит как минимум добиться увеличения доходов. Россиян было сказано на том, что мы несколько уменьшили доходы населения. И в программе четко говорится, что эти доходы мы в ближайшее время должны будем увеличивать. Вы все прекрасно понимаете, что внутреннее потребление домашних хозяйств дает у нас порядка 59% ВВП, и естественно для нас это важно. Но ключевые события съезда развернутся сегодня в конце дня по московскому времени. Сегодня делегатам предстоит окончательно сформировать федеральный список кандидатов в Госдуму и определить, кто из кандидатов и по каким округам будет выдвигаться в качестве одномандатников. С момента принятия партии и решения о выдвижении кандидатов для нее начнется агитационный период. Новшеством этой избирательной кампании для «Единой России» стала обязательность участия для всех, кто был намерен выдвинуться от нее на домских выборах в так называемых праймерис, в предварительном голосовании. И победа на них будет главным фактором для попадания в число партийных кандидатов. Этот принцип сохраняется. Накануне съезда утверждалось, что в нескольких округах «Единая Россия» не будет выдвигать кандидатов, чтобы не мешать повторному прохождению в Думу статусных депутатов от других партий. В частности, в числе таких округов назывался и один из трех в Омской области, где намерен баллотироваться Олег Смолин. Однако вот, что на этот счет сегодня сказал замруководителя фракции Сергей Попов. Ну как-то странно вообще в этой конструкции, что «Единая Россия» вдруг будет играть под давки. Ну, право любого издания дать свою версию, так сказать, предваряя какие-то вещи дополнительно, может быть, нагнетать скандальный оттенок. Но с точки зрения политической борьбы «Единая Россия» никому никогда ничего не отдавала и отдавать не собирается. Впрочем, изменения все-таки намечаются. Неизвестно пока, в частности, сколько будет региональных групп. В общем списке пока есть информация, что 35-38. Это тоже должен решить съезд сегодня. Ну и некоторые известные единорусы практически гарантированно поменяют территории, от которой будут избираться. Например, Ирина Роднина. Впрочем, она обещает не терять связи с Омской областью. Когда я выступала за страну, меня не спрашивали про писку. Те программы, которые мы ведем, они касаются буквально всех регионов. Ну и понятное дело, что Омская область для меня это особая область. Мы многое здесь начинали. Многие проекты, которые потом предлагались, они имели именно старт рождения в Омской области. Поэтому, конечно, хочется сказать в первую очередь огромное спасибо за то доверие, которое мне оказали жители Омской области, за возможность всех этих программ, реализации этих программ. И я совершенно не прощаюсь. Интригой остается пока и вопрос об окончательной конфигурации общей федеральной части списка. Партия рассчитывает, что, как и на прошлых выборах, ее поведет на выборы премьер-министр и председатель партии Дмитрий Медведев. Решать будет съезд, кто поведет партию на выборы. Но, наверное, логично бы было, если бы лидером списка был председатель партии, сказал накануне председатель Генсовета Единой России Сергей Неверых. Окончательные ответы на все вопросы появятся около 10 вечера по омскому времени. Так что ждать, в общем, осталось недолго. Денис Иоблев, Дмитрий Хромцов, 12 канал, Москва. Улица Богдана Хмельницкого наполовину готова к асфальтированию. Старое покрытие удалили на площади 28 250 квадратных метров. Это больше 50% от запланированного объема работ. При этом подрядчик пообещал, что, несмотря на обещанные синоптиками дожди, фрезерование на улице продолжится и на этой неделе. Эти работы можно выполнять вне зависимости от погоды. В общем же, на 21 запланированном к ремонту объекте старое покрытие удалили уже на 90% площади. На 80% уложили первый выравнивающий слой асфальтобетона. Всего же, по данным мэрии, в порядок будет приведено больше полумиллиона квадратных метров уличной дорожной сети. На это потратят около 680 миллионов рублей. 9 тысяч омских выпускников простились со школой. Выпуск этого года связан с исторической датой, 300-летием Омска. Поэтому для ребят организаторы подготовили особенно насыщенный вечер. Иртышская набережная превратилась в огромную концертную площадку. Прогулочные зоны напоминали подиум. Выпускницы как будто решили перещеголять друг друга нарядами, макияжем и замысловатыми прическами. Финальным аккордом выпускного вечера традиционно стал фейерверк. Знаете, вроде бы и радостно, вроде бы и грустно. Как-то непонятные эмоции, то есть они переполняются, и в то же время как-то немножко грустно и печально прощаться со школой. Знаете, испытываю, конечно, гордость за ребенка. Она, честно, не хвастаясь, закончила золотой медалью у нас с красным дипломом. Однем позже в субботу выпускной прошел в Омском кадетском военном корпусе ВДВ. С учебным заведением простились и получили аттестаты о полном среднем образовании. 189 выпускников. 10 из них – золотые и серебряные медалисты. 19 отличникам на память вручили подарок от губернатора – именные командирские часы. Сняв фуражки и опустившись на одно колено, кадеты попрощались со знаменем и в последний раз промаршировали по плацу, усыпав его мелочью. Такой денежный дождь символизирует будущее офицерское довольствие, ведь большинство выпускников традиционно собираются связать дальнейшую жизнь со службой в вооруженных силах и намерены поступать в военные вузы. Я долгих три года шел к этой минуте, к этому моменту, когда можно подбросить монеты, сказать «вот и все», то, что я окончил, для себя такую поставить точку, то, что вот я все-таки смог, дошел до самого конца. Выпуск знаменательный, 15-й выпуск. Ну и чем он значим? Тем, что это вот наше трехлетнее обучение заканчивается на этом. Наши выпускники, которых мы приняли, они выпускаются. Сейчас мы переходим на семилетнее обучение. И вот в этом году мы принимаем шестой, седьмой класс. Подготовим настоящих защитников Отечества. Наверное, лучшие будут в России кадеты. Ну а сегодня в Омске вузы устремился поток желающих стать студентами. Выпускные вечера прошли, у вчерашних школьников начался еще один ответственный период. Приемные комиссии будут принимать документы до конца июля. Если раньше на эту процедуру уходило много времени, то сейчас она занимает не больше 10 минут. Никит Смирнов сегодня побывал в высших учебных заведениях Омска и вспомнил, каково это быть абитуриентом, а заодно сравнил, чем отличается нынешняя приемная кампания от предыдущих. В приемной комиссии классического университета с самого утра ажиотаж. Закончились выпускные вечера и сюда устремились вчерашние школьники. Абитуриенты интересуются факультетами и выбирают специальности. Абитуриенты, конечно, приходят веселые. У них не так давно был, конечно, выпускной. Сейчас приходит большинство с родителями. Родители ведь тоже интересуются, чем будет заниматься их ребенок. Помогают им тоже с ними, разбираются, задают какие-то вопросы. Ну, им тоже интересно, поэтому приходят вместе с детьми. Выпускница 117-й гимназии Екатерина Кочетова видит себя маркетологом. На экзаменах показала отличные результаты, поэтому уверена, в классический университет поступит без проблем. Это действительно очень качественное образование. Хорошие преподаватели, которые работали в нашей школе. Знаю, что сотрудничество со школой было уже несколько лет. В Омском госуниверситете сегодня на выбор абитуриентов 15 факультетов. Это больше сотни специальностей от точных наук до гуманитарных и экономических. Больше тысячи бюджетных мест, но за них придется побороться. Конкурс традиционно прогнозируют высоким. На отдельные специальности до 30 человек на место. Основное нововведение, что абитуриенты должны сдать так называемое заявление о согласии на зачисление. По-прежнему они указывают три направления подготовки в заявлении, но должны выбрать конкретное одно, куда они желают быть зачислены. То есть они это указывают направление, потом они могут его поменять до 1 августа. Но требование, чтобы оно было обязательно указано конкретно, оно с этого года вступило в силу. А это уже университет путей сообщения. Здесь абитуриенты сначала регистрируются в электронной очереди. После автоматизированная система вызывает кандидата к консультанту. С помощью такого ноу-хау на оформление документов тратится не больше пяти минут. Впрочем, для тех, кто не собирается просиживать в очереди, работает сервис по электронной подаче документов. Но этот вариант все же выбирают немногие. Абитуриенты стараются приехать сами, чтобы воочию увидеть свое будущее место учебы. Фактически сегодня около порядка ста человек, я думаю, прошло уже. Если посмотреть по человекозаявлениям, то, учитывая особенности приемных кампаний, и этого года, и прошлых лет, у нас один абитуриент может вуз подать три заявления. Поэтому, если умножить на три, считать по человекозаявлениям, на сегодняшний день у нас порядка будет около тысячи человекозаявлений. Несмотря на то, что университет путей сообщения, технический вуз, здесь, как и во многих высших учебных заведениях Омска, в топе управления персоналом, менеджмент и экономическое направление. Впрочем, в последние годы популярность набирают и инженерные специальности. Приемная кампания в омских вузах продлится до конца июля. Никита Смирнов, Сергей Никифоров, 12 канал. И вот какие материалы наши корреспонденты готовят к вечернему эфиру, смотрите в 20 часов. Омские автомобилисты пытаются понять, по какому принципу дорожники восстанавливают убитые магистрали. Больше всего претензий к улице Лукашевича водители не понимают, почему мост через Иртыш по-прежнему в Колдобинах, хотя подъездные пути уже отремонтировали. Та же картина и у ДК Малунцева. Здесь ровная дорога резко прерывается, и до пересечения с нефтезаводской машинам приходится ехать по ямам. Все ли идет по плану и почему подрядчики не спешат устранять недочеты, выясняли журналисты 12 канала. Децибелы звука и килограммы порошка всех цветов радуги, сотня мечей превратили зеленый остров в разноцветный, а заодно и сами предстали в весьма необычных образах. В Омске прошел фестиваль красок. То и зачем устроил это цветовое безумие, и долго ли участникам придется ходить в таком виде. Елена Смирнова тоже раскрасила свои выходные и получила от праздника по-настоящему яркие впечатления. Кубок Гагарина все-таки в Омске, правда, всего на три дня, ставший в этом сезоне в составе магнитогорского металлурга уже двукратным обладателем Кубка Гагарина Евгений Тимкин, привез главный трофей континентальной хоккейной лиги в свою альмаматор Сибирский государственный университет физической культуры и спорта. Сегодня любой желающий мог сфотографироваться с заветным кубком и получить автограф чемпиона КХЛ. Напомню, 19 апреля в Москве в решающем седьмом матче победу над ЦСКА со счетом 3-1 одержал уральский коллектив. Настоящим героем поединка стал Тимкин, оформивший дубль. Мы получали все удовольствия от игры. Это, наверное, самое незабываемое, когда весь период этой игры незабываемой. Уже на фоне усталости, на фоне такого «ты уже не можешь, а через «не могу».» Вот это, наверное, было круто. А потом уже, знаете, такая эфория, и уже как-то действуешь на автомате, не понимаешь ничего, уже такое облегчение, и эмоций просто уже не хватает даже радоваться. Действительно большой подарок. Поздравительную открытку площадью 10 квадратных метров омичам показали на фестивале «Добра». Он прошел в минувшие выходные на Зеленом острове. В создании праздничного баннера ко дню рождения Омска приняли участие несколько тысяч детей. Ребята изобразили любимые омские места. Организаторы отобрали 100 лучших рисунков. Эту открытку омичи смогут увидеть на праздничных мероприятиях, приуроченных ко дню города. Все остальные картины, не попавшие на баннер, доступны в интернете. Летом, уезжая из города на время отпуска, омичи предпочитают блокировать интернет, чтобы не платить за услугу, которой не пользуются. Но есть и такие, кто о счетах с домашней интернет вообще не беспокоится. Все дело в низкой стоимости и в способе оплаты. О том, как сэкономить время и деньги при оплате домашнего интернета, в сюжете Алены Гущиной. Уникальное для российского рынка предложение. Добавив всего 1 рубль в месяц при оплате мобильной связи, абонент Билайн получает домашний интернет и цифровое телевидение. Достаточно лишь подключиться к одному из тарифов в линейке «Всё». 801 рубль в месяц я оплачиваю. Сюда входит телевидение, домашний интернет. Также включены тысячи минут на звонки других операторов по всей России. То бишь, шроминг тоже сюда включен. Тысяча смс в данном пакете присутствует. И 8 гигов интернета. К этому тарифу подключено еще 4 симки моей семьи, то есть моих родственников, моя дочь, мои родители, которые также пользуются услугами тарифного плана, исчерпывают лимиты, но при этом ничего не платят. От стоимости тарифа зависит наполнение мобильного пакета. Количество минут, смс, гигабайт. А вот цена домашнего интернета и ТВ неизменно 1 рубль в месяц. По подсчетам специалистов, экономия семейного бюджета с тарифами все доходит до 50%. Алена Гущина, Святослав Клименко, 12 канал. Последняя неделя июня окажется дождливой и прохладной. Синоптики обещают нам осадки вплоть до ливни, а также температуру не выше плюс 20 градусов. В регионе господствует циклон. Небольшое потепление придет в начале июля, но осадки не прекратятся. Так что мечам придется достать зонты, настроиться на сезон дождей. В ближайшие дни территория области будет находиться в циркуляции циклонов. Прохождение циклонов вызовет у нас более облачную погоду с дождями разной интенсивности, а возможно грозы. Температурный фон будет около нормы. В пределах ночью от 8 до 14 градусов. Днем преобладающая температура будет 18-23 градуса. Предположительно, такая погода продлится до 3 июля. Обильные осадки, к слову, для Омска каждый раз испытания. Городская ливневая канализация не справляется с большими объемами воды. Очередное тому подтверждение фонтан, который после ливня забил из коллектора на улице Герцена. Это видео сняли очевидцы. За считанные секунды грязная вода залила проезжую часть. И такие случаи для нашего города далеко не редкость. Все наши новости на сайте в интернете 12 канал.ру. Впереди прогноз погоды, реклама будет короткой. Евроокно Стандарт. Балконы и лоджии. 700-007. Хотите выгодные цены? Тогда вам в низкоцен. Ведь у нас бедро бройлера свежемороженая 84 рубля за килограмм. Рис просто. 500 грамм 26,90. Нектар Голд Классик 59,90 за большую упаковку. Довольные покупатели – наша главная ценность. Смотри, не спеша. Спутниковое ТВ в рассрочку на 6 месяцев. Телекарта. Смотри, не переплачивай. Молоко Любима. 34,90. В планете Холидей и Сибириаде. Ковка. 509-017. 509-017. Омск Сайдинг Инвест. Измерьте толщину, сравните цены. Телефон 999-222. Смонсор прогноза погоды – медицинский центр Камелот. Эстетическая медицина и стоматология отделения лечебного голодания. Завтра, 28 июня, по области Ивомски переменная облачность. Возможны осадки. Температура воздуха в районах в ночные часы 11-13 градусов тепла. Днем воздух прогреется до плюс 23. В Омске ночью плюс 12-14. Днем столбики термометров поднимутся до отметки плюс 22. Ветер южный 5 метров в секунду. Атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба. Пластиковек вернет вам молодость взгляда. Операции проводит Уманская Светлана Васильевна. Офтальмолог, пластический хирург. Консультация врача бесплатна. Медицинский центр Камелот. Телефон 24-04-82. Пока это все новости о развитии событий в 20 часов. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok